Достигай Израиль и весь мир Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Будьте обильно благословенны. Божие благословения и шалом вам, возлюбленные. Я мессианский Равин Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня мы начинаем третью часть серии под названием «Ключи к прорыву». То, чем я буду делиться с вами сегодня, я узнал на личном опыте. Это не просто проповедь, которую я подготовил для телевидения. Это будет рассказ о том, что Бог делает в моей жизни. Послушайте меня внимательно. Есть определенные вещи или определенные духовные силы? Если мы в согласии с ними, то в нашу жизнь может прийти прорыв. И сегодня мы рассмотрим некоторые места Писания и возьмем для себя принципы, которыми нужно пользоваться в жизни. Если мы хотим получить прорыв в Духе, который в итоге приведет к эмоциональному прорыву во всех остальных сферах. Много лет назад Бог сказал мне, «С этого дня я дам тебе глаза, чтобы лучше видеть и понимать еврейскую Библию и выносить из нее принципы для моих людей». Иными словами, хотя Писание было написано более двух тысяч лет тому назад, Бог пообещал показать мне в Писании принципы, которые важно применять в современной церкви. Вот о чем мы будем говорить сегодня. Откройте вторую книгу «Царств», пятую главу, мы посмотрим, что произошло, когда филистимлине напали на Давида. Как Давид отреагировал и как он получил прорыв. У меня нет времени на то, чтобы повторять все то, что мы уже прошли, поэтому настоятельно рекомендую вам просмотреть всю эту серию, потому что она правда изменит вашу жизнь, если вы будете готовы принять это. Быстрый повтор. Давида помазали на царство, и сразу после этого на него напали филистимлине. Из этого мы извлекли принцип «Если вы движетесь вперед в духе, то вас ждет сверхъестественное сопротивление». Это такой же закон, как закон земного притяжения. Когда вы движетесь вперед в духе, можете смело ожидать, что дьявол будет атаковать вас, так же, как враги атаковали Давида и окружили его. Подробнее обо всем этом в предыдущих выпусках. Ну а теперь мы пойдем далее. Когда Давид понял, что на него напали, он сразу же отправился в крепость. На иврите это слово «метсуда». Это укрепленное место. Он отправился туда и отреагировал на атаку. Он отреагировал и не был пассивным. Мы также говорили о том, что если мы активно противостоим врагу, то мы можем прогнать его. Но если мы будем пассивными и бездейственными, то он продолжит бить по нам. В прошлых выпусках я рассказывал о том, что мы можем делать, дабы реагировать на врага и прогонять его прочь. Сегодня мы продолжим читать с 19 стиха и посмотрим, что же сделал Господь. Итак, Давид в крепости. Он отреагировал на атаку врага тем, что углубился в Господа. Об этом говорит 19 стих. «Ива просил Давид Господа, говоря, «Идти ли мне против филистимлен? Предаш ли ты их в руки мои?» Как вы видите, Давид пришел к Богу. Он не спешил контратаковать филистимлен, потому что не хотел выходить против них в одиночку. Как Моисею, который сказал, «Если ты не пойдешь с нами, то я никуда не пойду». Давиду хватило ума понять, что без Бога ему не видать успеха. А мы с вами очень часто принимаем какие-то решения в жизни, не проконсультировавшись с Богом. Мы принимаем самые важные финансовые решения, решения, на ком жениться или какую работу выбрать, но перед этим мы не идем в свою крепость, мы не садимся перед Богом, не открываем Ему свое сердце в молитве, а также не делаем того, что Он нам говорит. Вместо этого, многие из нас просто живут по плоти и сами принимают все свои решения без обращения к Господу. Давид был успешным, потому что у него было достаточно страха Божьего, чтобы понять, что если он не будет цепляться за Бога, он проиграет. Я чувствую себя точно так же. «Я осознал, что если Бога со мной не будет, то я никуда не хочу идти». Итак, еще один принцип. Давид цеплялся за Бога. Что же было дальше? «И сказал Господь Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлен в руки твои». Вам не нужно переживать о том, будете ли вы успешны в жизни. Если вы будете цепляться за Бога, вас ждет успех. Бог сказал Давиду, «Иди, я отдам врагов в твои руки». То же самое Писание говорит всем детям Божьим. Мы больше, чем победители, больше тот, кто в нас, чем тот, кто в этом мире. С чем бы мы ни столкнулись в жизни, мы обязательно победим. Смерть и ад не смогли удержать Иисуса. Он воскрес из мертвых, прорвавшись сквозь все силы тьмы, и сейчас сидит Одесной Отца. Та же сила, что воскресила Иисуса, действует и в нашей с вами жизни, и мы будем видеть ее проявление, когда будем держаться за Бога. Павел сказал, «Когда я слаб, я силен», потому что Бог сказал, «Моя сила совершенствуется в твоей слабости». То есть, когда мы держимся за Бога, мы получаем от Него, и тогда мы поднимаемся и побеждаем. Давид держался за Бога. Бог дал ему силу и сказал, «Иди». Но вот что любопытно. Итак, «И сказал Господь Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлен в руки твои». Давид пошел в Аалпирацим и разбил там филистимлен. Он сказал, «Как вода прорывает разбитую плотину, так и Господь прорвался сквозь моих врагов». Поэтому то место было названо «Ваалпирацим», что значит «мастер прорыва». Итак, Давид прорвался и получил победу. Хочу показать вам параллельный отрывок. Это первая книга про Липоменон, 14 глава, 11 стих. Здесь находится та же история, которую мы читаем во второй книге царств, но тут есть одна дополнительная деталь. Еще раз подчеркиваю, что это та же история. Итак, первая книга про Липоменон, 14 глава, 11 стих. «Тогда Давид и его люди поднялись к городу в Аалпирацим, и там они разбили филистимлен. И сказал Давид, «Как вода прорывается из разбитой плотины, так и Бог прорвался сквозь моих врагов. Он сделал это моими руками». Давид говорит, «Бог прорвался сквозь моих врагов. Он сделал это моими руками». Что же я пытаюсь сказать? Я хочу сказать, что Бог не победил филистимлен без участия Давида. Давид сказал, «Бог прорвался сквозь моих врагов. Он сделал это моими руками». Очень часто дети Божьи ждут, пока Бог победит их врагов. Но Бог не будет побеждать ваших врагов без вас. Он будет делать это через вас. Нам нужно стать напористыми. Нам нужно атаковать. Давид атаковал врага. Бог сказал ему, «Иди и атакуй». И Давид атаковал врага в своей плоти. Я имею в виду, что он был в своем теле. Я не говорю сейчас о разнице между духом и плотью, а хочу сказать, что Давид сам лично пошел и атаковал врага. И Бог дал ему победу. Поэтому он сказал, «Бог прорвался сквозь моих врагов. Он сделал это моими руками. И вам нужно что-то делать. Вам нужно действовать. Тогда и Бог будет действовать через вас. Вам нужно разозлиться, чтобы потом обрадоваться. Дьявол никуда не уйдет, пока вы, дорогой мой друг, не заставите его уйти. Давид победил своих врагов своими собственными руками. И нам нужно делать то же». Бог такой великий. Он говорит и дает нам новые откровения через учение Равина Шнайдера. У Бога есть план для нашей жизни, и нам радостно читать ваши свидетельства. Послушайте это удивительное послание. На следующий день, после того, как мой брат ушел к Господу, мы убирали его скромный дом. У него было так много книг и Библий, но я нашла одну, которую захотела прочитать. Это была ваша книга о том, как убрать страх из жизни. Я отметила все места Писания, на которые вы ссылались, и не могла выпустить ее из рук. Я была теплой христианкой. Я начала смотреть вашу программу при любой возможности. Стефани из Арканзаса. Как вы видите, Бог использует это служение, чтобы менять жизни людей. Спасибо вам большое, что вы смотрите нас. Будьте обильно благословенны и всегда следуйте за Господом. И пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Я хочу, чтобы сейчас вы закрыли глаза и посмотрели на небо. Поднимите руки к небу и скажите, Иисусу, «Иисус, спасибо за то, что ты прощаешь меня. Спасибо за спасение. Я прихожу к тебе сегодня». Кое-что удивляет меня в служении Равина Шнайдера, а именно спасенные души. Они буквально летят к сцене. Не бегут, а летят, чтобы принять Иисуса своим Господом и Спасителем. Одна из причин, почему мы ездим по всему миру, это проповедовать простое Евангелие спасения. Суть этого Евангелия в том, что Иисус прощает наши грехи, и где бы мы ни были, мы стараемся проповедовать Евангелие просто, чтобы каждый мог его понять. И мы приглашаем вперед людей, которые еще никогда не принимали Иисуса. Мы предлагаем им принять Иисуса и попросить Его простить им их грехи. Если вы никогда не просили Его простить вам ваши грехи и спасти вас, но сегодня вы готовы отдать Ему свою жизнь, тогда поднимите свою руку. Я хочу рассказать вам историю, которая поможет вам понять, о чем я. Как я уже рассказывал, в юности я был очень посвященным спортсменам. В школе я активно занимался борьбой и даже получил стипендию в колледже. И благодаря занятиям борьбой я усвоил один урок, который очень подходит к сегодняшней теме. Я думал, что Бог сделает меня чемпионом штата, потому что я считал, что я готовился к этому усерднее, чем кто-либо. В то время моя вера в Бога была очень простой. Тогда я еще не знал Иисуса, но я верил в Бога. Это была очень простая и невинная вера. Я сказал, «Господь, я работаю больше всех, чтобы стать чемпионом штата, и поэтому я думаю, что я заслуживаю того, чтобы быть лучшим и стать чемпионом». Таким было мое наивное мышление. Я ожидал, что Бог сделает меня чемпионом штата, потому что я трудился больше всех. Но я почему-то выигрывал не так часто, как рассчитывал. И это еще не все. Борьба состоит из трех двухминутных периодов. Иными словами, мой поединок в школе длился шесть минут, которые делились на три периода по две минуты. За все время с девятого по двенадцатый класс, я помню только один раз, когда я отставал по очкам после одного раунда. Иными словами, каждый раз я выходил на поединок, и в конце первых двух минут, каждые две минуты был перерыв. В конце первого периода я всегда был впереди. Могу вспомнить только один случай, когда я не был впереди после первого раунда. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что вырвавшись вперед в первом раунде, вместо того, чтобы и дальше напористо сражаться, как это сделал Давид со своими врагами. После преимущества в первом раунде я начинал бороться более пассивно и больше защищаться, думая, «О, я уже впереди!» И мне нужно просто сохранить это преимущество. Вместо того, чтобы активно добывать победу, я больше защищался, стараясь сохранить свое преимущество. И даже несмотря на это, я выигрывал только 50% моих поединков. И однажды у меня был поединок с парнем, с которым мы уже много раз боролись раньше, потому что ученики его школы приходили в мою школу. Я закончил школу в Кливленде, штат Огайо, Оранж Хай Скул. Именно в моей школе проходили все соревнования между старшеклассниками. Автобус из другой школы привозил их борцов к нам или наоборот. И мы боролись не с судьями, а в качестве тренировки. Я не раз боролся с тем парнем в нашей школе. Он много раз приезжал к нам в Оранж из своей школы, его звали Чарли, и он не был для меня конкурентом. Я знал это, так как боролся с ним много раз. Я говорю все это очень искренне. Мне казалось, что он размазня. Я мог бросать его в разные стороны, заламывать его, там не с кем было бороться. Я мог справиться с ним голыми руками. Он не был мне достойным соперником. Но затем наступил день, когда мы соревновались с этой школой по-настоящему. И мне предстоял настоящий поединок с Чарли в присутствии судьи и зрителей. Итак, поединок начинается. Я выхожу, укладываю Чарли на пол, и к концу первого раунда я очень сильно вырвался вперед. А затем я подумал, ты и так побеждаешь, поэтому просто постарайся сохранить это преимущество, чтобы не проиграть. Но в итоге я все-таки проиграл. Когда это случилось, я так сильно разозлился на себя и на свое отношение. Как ты мог ему проиграть? Ты же настолько лучше его. Я понял свою ошибку. На следующий день у меня был поединок с борцом очень высокого калибра. Но в этот раз я был так зол на себя и на свои методы борьбы, что вышел и победил этого именитого борца. Тот день стал для меня прорывом, когда я разозлился на свое отношение, из-за которого я проиграл слабому Чарли. Я понял, в чем была моя ошибка. Я разозлился на свое отношение и принял решение больше никогда так не делать. Я решил не бояться проиграть и стремиться к победе не только в первом, но и во втором и в третьем периодах. И с того дня, как я разозлился на себя и начал бороться более агрессивно, вот тот день и был моим прорывом. Я стал побеждать постоянно. Так вот, вам тоже нужно разозлиться. Вам нужно разозлиться на мышление, которое приносит вам поражение. Разозлитесь на свое мышление и на дьявола, потому что пока вы не разозлитесь, вы не будете радоваться. Вы будете счастливы только тогда, когда станете сильнее. Давид сказал, «Бог прорвался сквозь моих врагов моими руками. Победу ему дал Господь, но его руками». Давид был на поле боя лично со своим мечом. Он сражался, он активно участвовал в бою. Это нужно было для того, чтобы получить прорыв. Некоторые из вас слишком слабы, чтобы разозлиться. И Бог желает укрепить вас, чтобы вы разозлились. Иисус ненавидит дела дьявола, и он ненавидит дела дьявола против вас. Поэтому он желает укрепить вас, чтобы вы, как Давид, могли прорваться сквозь своих врагов своими руками. Бог желает давать вам прорыв через вас. Нужно понять, что пока мы не разозлимся на дьявола и на те мысли, которые ограничивают нас, пока мы не разозлимся на те мысли, которые держат нас в плену, посредственностью, пока мы не отвергнем те мысли, которые говорят нам, что мы далеки от Бога, пока мы не разозлимся на то, где мы сейчас, мы никогда не будем там, где должны быть. Пока мы не разозлимся на твердыни в нашем разуме, мешающие нашему прорыву, мы не получим прорыв. Вы получите прорыв, если сами выйдете на врага. Другого пути нет. Нет другого пути. Не нужно увязать в религии или тех мыслях, которые навязывает нам церковь. Нет. Дьявол делает христиан слабыми, загоняя их в различные ловушки. Дьявол заставил людей думать, если вы злитесь, то вы не настоящий христианин, а это лошадь дьявола. Как вы можете называть себя христианином, если вы вышли из себя? Как вы думаете, Иисус когда-нибудь выходил из себя? Думаете, Иисус был зол, когда переворачивал столы в храме? Ну, давайте я отвечу. Да, он был зол. А когда он вернется на землю, на белом коне с глазами, как языки пламени, он будет зол на грех? Он зол на дьявола и надела тьмы, и он уничтожит их во время, определенное Богом Отцом. Дорогие мои, вставайте! Есть время, когда нужно разозлиться. Писание говорит, что Давид назвал то место, где он победил врага, «мастер прорыва». Ваалпирацим означает «мастер прорыва». Любопытно, что прорывом история не заканчивается. В 22 стихе сказано «затем филистимляне снова пришли». Хотя Давид победил врагов, позже они снова пробовали атаковать. Это говорит о том, что мы всю жизнь будем сражаться с чем-то. Вы одержите победу, но не думайте, что после нее вы всю жизнь пролежите на пляже. Мы будем сражаться всю жизнь, в конце своей жизни Павел сказал, «я доблестно сражался и закончил состязание». То есть до конца жизни Павел сражался за свою веру. Вы победитель. Вы будете и дальше побеждать. Вы будете подниматься все выше и выше, но вам нужно участвовать в борьбе. Вы должны злиться на силы тьмы, которые вышли, чтобы красть, убивать и уничтожать. Я хочу помолиться за всех вас, чтобы Бог дал вам силу злиться на дьявола и его силы, которые сдерживают вас. Я молюсь о том, чтобы мы могли повалить все твердыни и войти во все, что Бог имеет для нас. Поэтому сейчас присоединяйтесь ко мне, Отец Небесный. Спасибо тебе за твоего Святого Духа и за твое верное слово. Мы просим о том, чтобы сила, воскресившая Иисуса из мертвых, укрепила нас сейчас внутри, чтобы мы могли подняться и разозлиться на силы тьмы, дабы свергать их и иметь победу. Иисус, укрепи Своих людей, Твои глаза как огонь, а Твои уста — обоюдоострый меч. Иисус, укрепи нас Своим Духом, который против тьмы. Сделай так, чтобы мы ненавидели сатану так же, как и ты. Научи нас ненавидеть то, что ненавидишь ты, и любить то, что любишь ты, чтобы мы были полностью оснащены против сил тьмы. Отец, активируй это в сердцах людей, чтобы они могли двигаться вперед в Духе и побеждать для тебя на этой земле во имя Господа Иисуса Христа. А с вами сегодня, как всегда, был Равин Шнайдер. Благословляю вас. Шалом. Завершим передачу благословения. В шестой главе Книги Чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение Своего Отца. Своего Отца. Своего Отца. Своего Отца. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Этот выпуск был завершающим в серии «Ключи к прорыву». Если вам понравилось это учение и вы хотели бы приобрести его, то свяжитесь с нами. Вся информация сейчас на вашем экране. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Библия не говорит, что деньги — это зло, но говорит, что они могут стать корнем многих зол. Это значит, что наше отношение к деньгам может привести к злу. Часто мы относимся к ним как к источнику безопасности. Но когда мы считаем источником нашей безопасности деньги, а не Бога, то это производит зло в нашем сердце, потому что вы создали идола. Вот почему Иисус так много говорит о деньгах. Ему нужны наши сердца, и мы должны принять решение, кому мы будем доверять, и кто наш источник безопасности — Бог или деньги. В нашей плоти идет война. Но давайте поставим Бога на первое место в наших финансах. Духовный принцип гласит, когда мы питаемся от какого-то служения, то нам нужно благословлять финансами то самое служение, которое благословляет нас духовно. А делать это нужно, чтобы поддержать его работу. Дорогие, не позволяйте деньгам стать корнем зла в вашей жизни. Поставьте Бога на первое место. Давайте относиться к финансам так, как нас учит Библия. Шалом вам! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.